Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Вы все знаете, что певицу Максим выписали из больницы. Видео выписки даже уже выкладывали, подкараулили, сняли. Я думаю, что это, конечно, было лишнее, но часть человеческой натуры подсмотреть, увидеть и так далее. Хотя, как мне кажется, конечно, можно было дать спокойно выписаться и не вывозить на каталке с огромным зонтом, чтобы нельзя было увидеть, что какая-то культура должна быть, мне кажется, нет? Значит, сегодня стало известно о том, что в сториз, в инстаграм, Марина выложила первую фотографию из дома. Вся в цветах, огромный букет цветов, замечательный, красивый букет. Присылал Дмитрий Борисов, ведущий Первого канала. Значит, и на этой фотографии частично видно там саму певицу Максим. В частности, ну, она так сфотографировала, только ноги видно. И еще один от Кости Сидоркова. Это он в Mail Group работал, значит, сейчас во ВКонтакте работает. Один из, в общем, руководителей. Значит, и вы знаете, конечно, сейчас пишут, что вроде отправят на реабилитацию там на 21 день, дыхательная, гимнастика и так далее. Не знаю, насколько это соответствует действительность. Не читал это, чтобы это представители ее писали. Пишут по данным телеграм-каналов. Ну, это, значит, что называется, вилами на воде писано. Но, тем не менее, в принципе, в телеграм-каналах информация, кстати говоря, там 95% подтверждается, в общем-то. И, вы знаете, я вот на что хочу обратить внимание в связи с этими публикациями. Это первая публикация Максим, когда она оказалась дома. Вы знаете, так приятно смотреть, когда вот не грызня в мире шоу-бизнеса, когда люди друг друга начинают поливать грязью, когда люди начинают там вскрывать какие-то тайны друг другу, когда другой не может ответить, еще что-то. А когда вот такая вот поддержка действительно людей. присылать цветы, то есть те люди, которые знают, где она проживает и так далее, присылают цветы, действительно. И вот какая-то такая, знаете, положительная энергетика от этого всего дела. Не знаю, у меня такое приятное очень впечатление осталось. Ну, во-первых, я тоже очень люблю цветы. Хоть я мужчин, но очень люблю мои любимые цветы ранункулюсы. Я вот почему-то очень люблю их. Но всегда, когда букет цветов, какой-то праздник. Всегда ощущение какого-то праздника, ассоциация такая. Но, тем не менее, вот такой, знаете, положительный заряд, что люди радуются за то, что другому человеку стало лучше. Не пытаются выяснить, вот там правда это, неправда это, а как здесь, а как там, а вот обманули, не обманули и так далее. А просто радуются за то, что человеку стало лучше, человек дома, рядом с детьми и так далее. Вот мне кажется, это самое главное. И кто вот действительно это понимает и просто хочет подарить какое-то внимание этим букетам цветов и какие-то положительные эмоции. Мне кажется, это очень здорово. Это просто супер. И напомню, что выписали певицу Максим под наблюдение медика. Кстати, на фотографии я отметил, не знаю, может быть вы этого не увидите, а может быть кто-то и обратит внимание, а может быть, не знаю, еще что-то. Но мне показалось, что судя по ногам, конечно, она сбросила достаточно сильно вес. И, ну, естественно, я думаю, что при искусственной коме, да, это происходит. И знаете, я еще хочу сказать, что поговаривали же, что, ну, не поговаривали, а представитель Максим говорил о том, что не помнит на концерт в Казани. И частично помнит открытие, открытие вот школы искусств, своей школы искусств она открывала. Вы знаете, вот то, что она не помнит концерт в Казани, конечно, это здесь вот я не то, что там не доверять или что-то. Я верю, я верю. Мне кажется, я уже говорил, мы перестали верить вообще друг другу. И, в первую очередь, самим себе уже перестали верить, потому что столько галимого хайпа и вместо творчества этого хайпа и всяких разных всего, в общем, брехни такой, что уже ни во что не веришь. Но, вы знаете, еще раз скажите, сегумен Лука, и такой настолько светлый человек, и настолько много людей пишут, что вот он там переезжает из одного монастыря в другой, там, в другой храм и так далее. Люди, многие следуют за ним, те, кто прихожане его. То есть, этот человек просто не может врать, в принципе, потому что, ну, это настолько светлый и замечательный человек, что люди, люди пишут. И, вы знаете, вот то, что не помнит момент концерта в Казани, конечно, это ужасная вещь. Этот концерт, это просто ужас. Это вот, в принципе, посмотреть даже 10 минут этого концерта, все станет понятным. Потому что сыграть так для того, чтобы, например, если это действительно, там, болезнь, не болезнь, просто невозможно. Человек просто не в адекватном состоянии, глаза, так сказать, постоянно закрываются, щеки красные. То есть, видно, что человеку очень нехорошо, очень нехорошо. То есть, в этот момент уже болезнь, я так понимаю, очень, там, стремительно развивалась. Я очень рад тоже, что все вот так обернулось. И чисто по-человечески рад, что, что называется, в первую очередь, мама с детьми рядом. Это самое главное. Куда бы ее там не отправили на реабилитацию или что-то еще. Но самое главное, что мама рядом с детьми. Вы знаете, когда мы организовали с вами коллективную молитву по соглашению, всякие мысли, конечно, человека посещают. И в некоторые моменты, когда писали в новостях, там, что у нее что-то отказало, там, и так далее, потом опровергали ее представители. Были такие у меня ощущения, скажу сейчас уже честно, что... Ну, а мало ли, что называется. Вдруг все-таки какой-то негативный исход. Эти мысли, конечно, заменяешь на позитивный, но, тем не менее, задумываешься над этим. И, конечно, поражало, что вот, ну, ну, не может такого быть. Потому что начали сравнивать, там, и с началовой, и так далее. Что дети без мамы, это в первую очередь. Поэтому я очень рад. И сразу скажу тем, кто обязательно любит писать, что вот вы только, там, об исполненных шоу-бизнесе говорите. Не только я, в принципе, как бы, да. Посмотрите, пожалуйста, канал, ознакомьтесь более внимательно. Есть ролики не о знаменитостях. И их очень много. Очень много. Друзья, значит, в принципе, все по этой теме. Воспользуйтесь запасными аэродромами, как я их называю. Это канал-видеодневник Будда Гришна. Там тоже периодически выходит видео. Если что-то случится с основным каналом, то мы с помощью этого канала сможем не потеряться. И обязательно инстаграм. Будда Гришна, нижняя подчеркивая, иничка на латинице. И на русском Будда Гришна рядом три российских флага. 15 секунд вашего времени, зато не потеряемся. И еще хотелось бы сказать, что, значит, я благодарен всем, действительно, тем, кто участвовал в коллективной молитве по соглашению. Потому что десятки тысяч людей, я еще раз скажу, от Кубы до Китая, действительно приняли участие. И для меня было самое главное еще в очередной раз такое, знаете, осознание того, какое громадное количество людей в разных странах, проживающих с большим, открытым, добрым, самое главное сердцем. Все, друзья, всем пока, до встречи, здоровья!